Высадка из социального такси удобна и занимает считанные минуты для людей с ограниченными возможностями здоровья. Молодые люди приехали в загородный парк на день рождения своей подруги Ксении Смирновой. Обычно в силу обстоятельств они общаются по интернету. На этот раз все иначе. Это девочка с солнышкой. Улыбчивая, открытая, прелесть. Мы ее все очень любим. Вот она пригласила нас сегодня на юбилей. Мы все выросли в парусе надежды. Десница у нас есть. Вот такое общество у нас. Мы, когда нас приглашают, даже на детские праздники ходим с удовольствием. Билеты в театры бесплатные тоже. Это есть. Юбилей для Ксении Смирновой организовали власти города и одно из волонтерских движений. Глава города Елена Владимировна Лапушкина на Дне молодежи, узнав о нашей истории, я узнав о истории Ксюши, решила нам помочь. И при помощи нее и департамента опеки и попечительства мы организовали транспорт. Это машина с подъемником, специализирована для того, чтобы доставить их сюда. Все приезжают с сопровождающими, потому что это очень важный момент в работе с людьми за данный тип нарушения. Но при этом все. Безусловно, у нас есть волонтеры, которые готовы помочь. Для обычных людей пикник на природе – обычное дело, но для людей с ограниченными возможностями здоровья – событие уникальное. В итоге праздник удался. Развлекательная программа, фотосессия, торт со свечами и загадывание желаний. Поздравляем! 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 Именинница Ксения Смирнова окончила Самарский государственный колледж по специальности логист. Работает, участвует в конкурсах. Старается жить обычной жизнью обычных людей. Ну, конечно, она очень рада, довольна. Самое главное – встреча с друзьями. Вроде-ка по ВКонтакте – это одно, а когда вживую – это совсем другое. Новому молодежному движению всего год. И за это время его активисты успели сделать немало добрых дел. Помогают нуждающимся людям порядка полутора тысяч человек. Главный девиз молодых людей – реализация социально значимых идей и проектов в родном городе Самара. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.